Доброе утро! Интересно, вот из такого кошелечка мелочь все-таки не выпадывает, потому что он, получается, держится на одной вообще кнопочке, да? Тут не пуговка, а тут кнопочка. Да, ну за счет такого кроя, складывающегося, получается то, что у нас меньше вариантов мелочи выпадутся. Что оттуда что-то выпадутся? Замечательно. Ну что, рассказывайте, из чего надо начать. Давайте приступать, интересно же, конечно. Самое главное, нам понадобится выкройка. Это, ну, в принципе, просто построите два равносторонних треугольника, один в другом. И, значит, ткань размером где-то примерно 20 на 20 сантиметров, два отреза. Я использую хлопок, потому что много разнообразных расцветок, принты интересные. Вот, для того... Значит, нужно взять трафарет и сейчас отметить на этом квадратике. Да, то есть мы берем, складываем лицо и стороной вовнутрь. А, вот, ну как, ну, конечно, все вместе. Накладываем сюда, значит, нашу выкройку, трафарет, обводим это дело все на ткани. А вы сами придумали вот технику исполнения или где-то нашли, прочитали? Ну да, это идея не моя, идея бродит на просторах. На просторах глобальной сети. Да, да, да. Понятно. Мы активно пользуемся. Ну и правильно, очень здорово. Ну и что-то там свое добавляем, дорабатываем где-то. Фантазируем, экровизируем. Я так понимаю, что это не настолько сложно, то есть можно делать даже с детьми дома. Да, да, это вообще особенно для детей. Очень здорово, у них много там ключики какие-то маленькие могут быть, да, и там... Точно. Какие-то детские. Детские важные мелочи. Детские секретики. Вот таким образом мы, значит, сложили. Все отметили. Прошиваем на машинке, оставляя примерно вот такое вот расстояние для выворачивания. То есть не обрезая, сначала прошиваем. Да, сначала лучше прошить для того, чтобы у нас не съезжало ничего, чтобы все было удобненько. Затем берем ножницы зигзаг, все вот по этому контуру вырезаем после того, как сшили. А почему зигзаг? Потому что здесь скругленные углы, для того, чтобы они вывернулись без складочек, без доломов, нам нужно будет... Ну, если нет ножниц таких, то можно сделать обычными ножницами просто вот такие вот надрезы маленькие. Ага. Чтобы ткань у нас как бы имела вот такой вот эффект. А ножницы зигзаг я мечтала в детстве. У меня таких не было. У какой-то мои подружки были. Я мечтала. Думаю, господи, это же так красиво. Если честно, я тоже. Очень большое и разнообразие узорных ножниц, какие хотите. Так. Место для выворачивания чуть-чуть побольше оставляем. Мы будем считать, что это у нас уже прошито. Да, мы уже это прошили на машинке заранее. Так. Вывернули, заутюжили. Вот у нас получилось. Да, у нас вот получилась вот такая вот заготовочка, да? У нас все ткань, все. Мы берем нашу, значит, закрывку дальше, складываем по нашей разметочке, по внутренней. Так. И таким же образом заутюживаем. А, треугольничек просто. Заутюживаем нашу ткань, заготовочку. И осталось, я так понимаю, вообще какие-то считанные места. Да, дальше вы уже просто сами или так вы хотите, или так выбираете. Так, ну вот как? То есть он у нас устроен следующим образом. Там какая-то петелька? Здесь пришита кнопочка. А-а-а. С помощью кнопочки, собственно говоря, два вот этих уха мы сшили, да? Да. То есть буквально одним стежком мы сшили кошелек. Да, и также одним стежком мы можем пришить какой-то декор. Одновременно пришиваю эту кнопочку и какой-то декор. То есть вот разнообразно. Тут уже, как вам фантазия, вот можете кнопочки выбирать, а для чего еще можно использовать такой кошелек, кроме мелочи? Для чего будет удобно? Обожаю использовать для наушников, потому что в женской сумке наушники ты начинаешь вытаскивать расческа, помада, ручка, все там на ней зацепляется. Я поняла, для мелочи, для наушников, для помад, для заколочек, для резиночек. Да, вот положу туда. Рук не хватит. Мне кажется, банковская карта туда влезет. Дома сами создать. Мне кажется, что это совсем даже не сложно и с детьми чем более интересно. Дорогие друзья, впереди у нас очень короткая реклама. Ну а потом мы встретим в нашей студии оперную диву, солистку театра эстрады Элеонору Моисеенко. До новых встреч!